Что в вашем сердце? Третья книга царств, одиннадцатая глава, с первого по тринадцатый стих. И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой, моавитянок, аманитянок, идумиянок, седонянок, хитиянок, из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым, не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам. К ним прилепился Соломон любовью. И было у него семьсот жен и триста наложниц, и развратили жены его сердце его. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому и Милхому, мерзости аманитской. И делал Соломон неугодное пред очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. Тогда построил Соломон капище Хамосу, мерзости аманитской, на горе, которая пред Иерусалимом, и Молоху, мерзости аманитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кодили и приносили жертвы своим богам. И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа, Бога Израилева, который два раза являлся ему. И заповедал ему, чтобы он не следовал иным богам, но он не исполнил того, что заповедал ему Господь. И сказал Господь Соломону за то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедал тебе, я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему. Но во дни твои я не сделаю сего ради Давида, отца твоего, из руки сына твоего, исторгну его. И не все царство исторгну, одно колено дам сыну твоему ради Давида, раба моего, и ради Иерусалима, который я избрал. Размышления, часть первая. Храните свое сердце. Третья книга царств, 11 глава, с 1 по 4 стих. Читая этот отрывок, кто-то может подумать, что Бог против межрасовых браков, но дальнейшее изучение показывает истинную причину, почему Бог запрещает Соломону брать себе жен из других народов. Причина кроется в том, что Бог знает, что сердце Соломона отвернется от него и повернется к ложным богам, которым поклонялись его жены. Интимная природа супружеских отношений глубоко влияет на обоих – и на мужа, и на жену. И, беря себе в жены чужеземок, Соломон по существу опутывал себя чуждыми религиями. Соломон посвящал себя не Господу, а этим женщинам и их богам. А кому посвящаете себя вы? Если вы завязали отношения с неверующим человеком, то попытайтесь понять, как Бог беспокоится о вашем сердце. Он любит вас, хочет защитить и сохранить ваше сердце. Размышления, часть 2. Окно в наше сердце. Третья книга царств, 11 глава, с 5 по 13 стих. «Хотя Соломон и начал хорошо, но дал место другой любви, разделившей его с Богом, по жизни Соломона видно, что непослушание Богу может быть тоньше, чем просто открытый бунт. Мы народ, привыкший считать себя святее, чем есть на самом деле. Тогда как же нам честно взглянуть на нашу истинную сущность? Состояние нашего сердца очень хорошо просматривается через наши любовные отношения. Романтика и интимные отношения – мощные силы, способные легко сбить верующего с пути. Кто сидит на престоле вашего сердца, может, ваша вторая половинка, романтические взаимоотношения или Христос. Часто это лакмусовая бумажка для веры человека. «Давайте хранить свои сердца от всех конкурирующих сил, пытающихся отвоевать себе место, которое принадлежит одному Христу». На какие качества вы больше всего обращаете внимание при рассмотрении потенциального кандидата на вступление в брак? То, насколько важна для вас его вера? Показатель того, насколько ваша вера важна для вас. Молитва Дорогой Господь, пожалуйста, очисти мое сердце. Я хочу быть безраздельно предан Тебе одному. Пожалуйста, помоги мне в том, чтобы Христос стал супругом, семьей и другом. Господи, я верю в Тебя и в то, что Ты все делаешь вовремя. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!